Здравствуйте! Будущее волонтерского движения. Как происходит внедрение норм ГТО? Где отдохнуть в новогодние праздники? И какая работа проделана по развитию внутреннего туризма в регионе? Об этом не только. Мы поговорим с министром молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Найлёй Бриллионок. Здравствуйте, Найлёй Абулатовна. Рада вас приветствовать в нашей студии. Ни для кого не секрет, что ни одно крупное мероприятие, в том числе и спортивное, не обходится без добровольцев. Как у нас в области развивается волонтерское движение? Знаете, у нас регион славится нашим добровольческим движением, волонтерским движением. Работает три центра. Один при классическом университете, другой при нашем центре молодежь плюс. И общественной организации САВА. Надо сказать, что волонтеры всегда достойно представляют наши регионы, помогают. Одно из крупных мероприятий было это университет в Казани 2013 года, в Сочи 2014 года. Пришло огромное количество благодарственных писем и грамот в адрес, в том числе, руководства области, губернатора Валерия Васильевича, за отличную работу наших волонтеров. Эта работа продолжается дальше. Если говорить только о спортивных мероприятиях, то, конечно, впереди мы знаем, что в 2015 году будет чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. Туда сейчас идет серьезный отбор наших ребят. На сегодняшний день порядка 700 заявок уже поступило. И идет жесткий отбор. Также у нас будут европейские игры в Баку в 2015 году. Кроме того, чемпионат мира по шайбе в Петербурге в следующем году. Но нужно понимать, что волонтерское движение – это не только участие в различных мероприятиях, спортивных и просто массовых мероприятиях. В этом году большое внимание мы будем уделять именно в рамках мероприятий «70-летие Победы», волонтерскому движению, патриотическому воспитанию. Мы каждый год проводим акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» – «Георгиевская ленточка». И надо сказать, что эта работа не менее популярна, не менее важна, особенно в год «70-летие Победы». А есть ли сложности какие-то в развитии? Вы знаете, не могу сказать, что у нас какие-то есть сложности, потому что на сегодняшний день волонтерское движение насчитывает более 70 тысяч человек у нас в регионе. Динамика хорошая с года в год. Все большее количество ребят, студентов, учащихся, сами приходят в наши центры. И они не просто только участвуют. Там идет обучение этой работе, чтобы ребята могли квалифицированно оказывать помощь по различным направлениям. А вообще, это сложно стать волонтером? Что для этого необходимо? Для этого нужно необходимо подать заявку в волонтерский центр, дальше пройти некий отбор. В отборе тоже есть некоторые определенные критерии, в том числе, прежде всего, мотивация человека, почему он пришел. Во-вторых, естественно, коммуникация человека, насколько он коммуникабелен. Ну и другие, там есть некоторые критерии. И дальше приходят ребята в центр, проходят определенные курсы, и дальше участвуют в движении. Анна Лябовна, раз уж вы затронули тему предстоящего чемпионата в Казани, чемпионата мира, будут ли участвовать наши спортсмены? — На сегодняшний день у нас есть два кандидата на участие в этом чемпионате по прыжкам в воду, прежде всего. Это, естественно, наш олимпийский чемпион Илья Захаров и Артем Часаков. Они уже составили сборную команды России. Если все будет хорошо, то, значит, они примут участие. — Не могу не затронуть тему развития норм ГТО. 31 числа подходит завершение первого этапа. Есть ли какая-то статистика, предварительные итоги? — Во-первых, нужно понимать, что реализация проекта сдачи норм ГТО в настоящий момент проходит в тестовом режиме. Он будет проходить в три этапа. Действительно, до 1 января будет заканчиваться первый этап. Первый этап заключается в том, что у нас мы выделили 12 пилотных районов. Это те районы, где хорошо поставлена физкультурно-массовая работа, где есть хорошая сеть физкультурно-оздоровительных комплексов. И надо сказать, что на сегодняшний день порядка 20 тысяч человек в тестовом режиме прошли сдачу норм ГТО. Здесь хочется особо сказать о таких районах, как Алгайский, Ивантеевский, Озинки, Энгельский, Базарно-Карбулагский районы. Здесь практически все учащиеся образовательных школ и огромное количество трудящихся на предприятиях прошли в тестовом режиме сдачи норм ГТО. Второй этап у нас будет уже как бы шире охватывать население. И где-то с 2017 года мы как раз уже перейдем в реальный режим сдачи норм ГТО для всех групп населения. Анна Илья, просто интересно, как лично вы считаете, это нужная мера или нет? — Естественно, это уже на сегодняшний день просто актуальные необходимые меры для того, чтобы даже просто жители и различные категории возрастные понимали, что нужно физически заниматься, что нужно быть здоровым, что нужно заходить в залы, готовиться. И это прежде всего, конечно же, для развития личности, для его физического состояния, просто необходимо. — Анна Эблотон, была проделана колоссальная работа по внедрению спортобъектов, введению в эксплуатацию. Скажите, сколько уже вели спортплощадок в действие и сколько еще предстоит отремонтировать? — Действительно, за последние три года в этом направлении мы сделали, я бы сказала, рывок, прорыв. Мы, проанализировав ситуацию, поняли, что материально-техническая база в регионе морально и физически устарела, и особенно в областном центре, в городе Саратове. Поэтому мы разработали такую концепцию, дорожную карту на ближайшие три года по модернизации спортивных объектов. Сейчас, в этом году, мы завершаем строительство фока в Торках. На следующий год закончим строительство фока в Татищево с бассейном. Начали грандиозный проект строительства дворца водных видов спорта. Объект, который никогда у нас еще в регионе не строился такого масштаба. Стоимость его миллиард триста. В этом году мы начали нулевой цикл строительства этого объекта. При поддержке федерального центра мы получили пока 50 миллионов. И эта работа ведется, и будем продолжать ее дальше. Надо сказать, что мы... Ну да, еще хочу добавить, что получили футбольные поля. Осенью мы открыли футбольное поле на стадионе Торпеды. И в этом же году получили футбольное поле для Балакова. И мы в этом направлении плотно работаем с Министерством спорта России. Надо сказать, что мы не только надеемся на федеральную поддержку. Большая работа ведется губернатором Валерием Васильевичем Радаевым, правительством, именно по привлечению небюджетных источников. В последнее время видна тенденция, когда спортивные объекты стали возвращаться из частной собственности в областную. Видите, в этом году большая работа была проведена губернатором. И в этом году стадион «Сокол» вернулся в областную собственность. И совершенно недавно, в ноябре месяце, мы смогли там открыть футбольное поле, многофункциональную площадку для игр по различным видам спорта. И вернуть этот стадион жителям Ленинского района. Плюс ко всему, эта площадка у нас как раз будет и рассматривается как основная площадка для подготовки сдачи норм ГТО. Еще грандиозное такое событие у нас произошло по Ледовому дворцу спорта «Кристаллов». Вы знаете, что неоднократно критиковали на всех уровнях, в том числе Илья Вербух, когда приезжал. И высшая хоккейная лига говорила о том, что наш объект совершенно не соответствует для того, чтобы хоккеисты наши могли дальше играть, фигуристы, чтобы наши катались на должном уровне и развивался этот вид спорта. Поэтому, помимо того, что у нас в городе Саратове есть два фокус ледовой арены, это в Заводском, не так давно мы его открыли, долго стоял, 7 лет тоже не могли достроить, в Ленинском районе «Кристаллик». Мы приложили огромное усилие. Во-первых, этот объект перешел в областную собственность, чтобы мы могли официально расходовать бюджетные средства на строительство, на реконструкцию, на ремонт этого объекта. И вот совершенно уже осенью, за кратчайшее время, благодаря спонсорской поддержке, мы смогли провести капитальный ремонт, залить новую плиту хоккейную, купить все оборудование для хоккея, для баскетбола. И вот сейчас уже там у нас играет баскетбольный клуб «Автодор» в рамках Лиги ВТБ. Но хочу сразу сказать, что это всего лишь на все первый этап. Это еще работа не закончена, она будет продолжаться. И мы думаем, что мы все-таки к весне окончательно закончим капитальный ремонт Ледового дворца «Спорткристалл» и все жители города Саратова смогут приходить как на массовое катание, на фигурное. Фигуристы у нас там будут заниматься и, конечно же, наши любимые кисты. Замечательно. Предлагаю сейчас абстрагироваться от проблем насущных и поговорить о развитии внутреннего туризма. Но перед этим хотелось бы затронуть тему предстоящих новогодних каникул, длинных новогодних каникул, где наши саратовцы смогут отдохнуть активно. Вы знаете, все объекты туризма у нас размещены, во-первых, на нашем портале. Можно легко будет зайти на наш сайт, посмотреть для того, чтобы уже каждый по своим интересам мог найти занятия в эти рождественские каникулы. Прежде всего, естественно, горнолыжный курорт Хвалынский. И у нас в Саратове есть горнолыжные спуски, да, роща, вы знаете, там на второй дачной. Кумысная поляна и пятая дачная представят возможность нашим жителям и в прокат взять лыжи, коньки, катки будут работать. Вообще, надо сказать, что в зимнее время у нас будет порядка 1300 спортивных объектов открытых, подготовленных дополнительно к 42 основным нашим физкультурно-оздоровительным комплексам. 1300 площадок, катков, хоккейных коробок будет подготовлен дополнительно для жителей, чтобы и для мальчишек и девчонок, чтобы в зимние каникулы можно было кататься на коньках и санках. Если говорить все-таки об отдыхе, мы также, вы сможете увидеть информацию, где можно заняться зимней рыбалкой, где можно покататься зимней охотой, покататься на санях, на хаске и так далее. Так что, конечно, разнообразные услуги туристических компаний, каких-то мест размещения, санаторий, все представят, и можно будет по своим интересам найти пассивный, активный отдых и так далее. — Что с развитием внутреннего туризма? Какие районы претендуют на углубление этого направления? — Вы знаете, что сейчас творится в экономике, в мировом турбизнесе. И, конечно, сейчас все обратились, обратили свое внимание больше на развитие внутреннего въездного туризма. Здесь ведется огромная работа. В том числе мы также представили порядка 48 туристических маршрутов здесь у нас по Саратовской области. Большой акцент сейчас делаем на развитие сельского туризма. Мы разработали и приняли на правительстве концепцию развития сельского туризма на ближайшие три года. Прежде всего промониторили все объекты, которые у нас есть в муниципальных районах. Сейчас создали атлас такой, в том числе он будет и в печатном виде, и в интерактивном виде, чтобы можно было увидеть, в каком из районов есть какие объекты, что можно посетить, где разместиться, где можно попитаться. Надо сказать, что понятие сельского туризма на сегодняшний день стало шире. Это не только, когда жители могут выехать куда-то на село или в поселок и побыть несколько дней, пожить жизнью села. Здесь вообще рассматривается уже к этому направлению и посещение всех различных объектов, которые находятся в муниципальных районах. Здесь у нас пилотным направлением является, прежде всего, Базарный Корбулак, Новобурасский район, Энгельский район, Маркфский район. Также вся информация у нас размещена на сайте, можно найти для себя интересные такие туры. Нелия Балатовна, а как развивается, как проходит работа по разработке логотипа туристического? Ну, знаете, действительно возник вопрос о том, что хорошо бы нам найти некий такой свой логотип для нашего региона, который будет узнаваем, который сможет привлекать к нам дополнительно еще туристов, в которые войдет, скажем, в брендирование региона. И есть некая инициативная группа, которая эту тему как бы задала, и мы решили тоже поддержать. Объявили конкурс. Вот на первом этапе этого конкурса порядка 30 работ было представлено. Но мы вынесли этот вопрос, определение победителей на заседание Общественного совета по туризму при Министерстве спорта. И решением этого Общественного совета решили эту работу пока не останавливать. То есть у нас есть победители первого этапа. Надо сказать, что большинство работ, прежде всего, от студентов высших учебных заведений, решили эту работу не останавливать и продолжить. Во-первых, перейти в интерактивное голосование для того, чтобы каждый житель мог отдать голос тому или иному логотипу. Плюс ко всему все-таки спровоцировать. Считаем, что те варианты, которые еще есть, они, наверное, еще, может быть, где-то сыровато. Может быть, недостаточно еще отражать действительно наш регион. И надо сказать, что благодаря тому, что мы выставили голосование у себя на сайте, появились еще новые работы. На сегодня 44 работы существуют, 44 предложения по логотипам. Этот конкурс будет продолжаться до конца декабря. И думаем, что в начале того года, в январе, мы увидим какие-то уже результаты этого конкурса. Ну что ж, на этом наше время подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Ну, пользуясь случаем, все же, да, я хочу поздравить всех жителей нашего региона с наступающим новым 2015 годом. Хочется сказать, что год для нас был очень серьезный. И вы знаете, что в России, в Сочи проходила, прежде всего, Олимпиада, зимняя Олимпиада, где, во-первых, наш Александр Логин впервые смог принять участие в составе сборной команды России. И защищал честь России. Но и жители региона смогли быть соучастниками этого процесса. У нас в этом году прошла эстафет Олимпийского, Паралимпийского огня. Большая работа сделана. И, конечно, много-много мы еще будем делать в следующем году. Но я хочу всех жителей Саратовской области пригласить в рождественские каникулы не сидеть дома, а заниматься отдыхом, зимним отдыхом, кататься на лыжах, на коньках, охотой, кто что любит. Спасибо. А на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Напоминаю, что у нас в гостях была Наиля Бреленок. До свидания.